Неутомимый энтузиаст и пропагандист пчелиного дела Виктор Иванович Петухов гордится своим детищем, единственным в России музеем пчелы, меда и пчеловодства. Располагается музей в центре Ульяновска на цокольном этаже старинного здания, где в начале прошлого века находилась небольшая гостиница. Помещение под музей его новому владельцу Петухова досталось с историей. Мы нашли подобные гвозди, интересные формы, самодельные, сельский или городской кузнец, такие гвозди ковал. Здесь же стоит отметить, что в Госархиве Ульяновской области числится документ под номером 1 о порядке использования пчелиных угодий на территории нашего региона. Репродукция оригинала украшает коллекцию музея. Также в экспозиции представлены различные сорта меда, справки об их целебных свойствах, рецепты и утварь быта 20 века. Занявшись пчеловодством, я понял, что пчела меня увлекла, ангажировала. Я думаю, да почему же другие-то не занимаются пчеловодством. Значит, не знают. А чтобы они узнали о пчеловодстве, я понял, что надо построить музей. И 27 тысяч человек прошло через этот музей. Виктор Иванович – невероятно интересный собеседник. Он с огромным увлечением рассказывает историю пчеловодства. История развития пчелы на планете Земля – это 220 миллионов лет. Она ведь коллективным разумом обладает. Значит, она достигла, во-первых, она выжила 220 миллионов лет. Мамонты не выжили, а пчела выжила. Своим учителем в сборе меда Петухов называет Ивана Загудаевского, которому сейчас 99 лет. Хранитель музея уверен, именно благодаря ежедневному небольшому потреблению меда так долго живет легендарный пчеловод Загудаевский. Да и цифра, сколько он занимается разведением пчел, просто колоссальная. 60 лет. Пять книг написал человек. Вы посмотрите, книги-то какие. Мы зачитываемся. Свою лепту в историю пчеловодства Ульяновского края также вносит и сам Виктор Иванович. Он показывает колбочки с законсервированными сортами меда. В них находятся образцы полиферных сортов. Подобный архив медов наглядно демонстрирует предпочтение ульяновских пчелок. Это дикорастущие сорта цветов, разноцветия, гречихи. Однако стоит заметить, что не всякий мед полезен человеку. Есть сорта с высокой степенью аллергенов и повышенной кислотностью. Если человек не знает кислотности желудка, кислотности сока желудка, то медом можно навредить. Например, с повышенной кислотностью нужно за полтора часа до еды употреблять. Или после за полтора часа. С пониженной кислотностью можно в любое время. Сегодня на территории музея располагаются два экскурсионных зала, медовая лавка, библиотека уникальной методической литературы, собрание рецептов медолечения, насчитывающие более 9,5 тысяч. Пчеловод Виктор Петухов ставит задачи перед собой две цели. Во-первых, по его уверению, пчелиная семья должна появиться в каждом сельском доме России. Во-вторых, на своем примере он мотивирует пчеловодов из других городов и стран создавать подобные выставочные пространства, посвященные Апине, то есть пчеле.